Влад, пока наши зрители пишут, расскажи, пожалуйста, бывало ли у тебя такое, что ночью ты практически не спал, а утром пошел на работу? Ты знаешь, у меня почти всю неделю так, вот эту. Правда, почти каждый день, не знаю, что произошло. То есть прям бессонные ночи? Ну да, очень долго засыпаю, постоянно просыпаюсь в течение ночи. Ну, с бессонницей наверняка сталкивались многие, ну или просто с бессонной ночью. В принципе, причина не так важна, почему вы не спали ночью. Просто из-за нехватки сна мозг функционирует уже не так быстро и хорошо, как должен. Кроме того, мы становимся более раздражительными и склонны к перепадам настроения. Замечал такое, да, за собой? Так вот, многие думают, что если они не выспались, они могут выпить, например, банку или несколько энергетических напитков, и это даст им энергии на весь день. Ошибочно так думать. Молодец, молодец! Я тоже так думаю, потому что есть продукты, которые дадут нужную энергию организму на весь день и без вреда для него. Давай разберемся, давай разберемся, что же это такое. Ну, во-первых, Америку сейчас не открою, это вода. Это лучшее средство от сна, вода вообще необходима для мозга, кожи, сердца и всего организма. Кофе и чай. Попью воды. Давай, а я попью чай. Нет ничего плохого в том, чтобы выпить кружечку кофе с утра, но тоже в умеренном количестве не нужно упиваться кофе. Эффекта не будет накопительного, он будет наоборот. Орехи и семена. Отличный выбор для поддержания энергии во время дневного затишья. Они богаты полезными жирами, белками и клетчаткой, которые необходимы, чтобы взбодриться. Клетчатка дальше идет. Значит, это фрукты, овощи, цинозерновые, бобовые. Они содержат волокна, которые помогут поддерживать стабильный уровень сахара в крови в течение дня. И благодаря этому продукту удастся избежать упадка энергии. Следующее. Яйца. Это просто энергетическая бомба. Они богаты белком, являются отличным источником витамина В12, который помогает клеткам усваивать энергию. Дальше идут продукты, богатые кальцием, молочные продукты, соевые бобы и листовая зелень являются очень хорошим выбором, когда нужен заряд энергии. Ну и последнее. Это продукты, богатые железом. Вообще, наверное, многие страдают тем, что им не хватает железа, поэтому, чтобы постоянно получать заряд энергии, нужно включать в свой рацион продукты, богатые железом. Это шпинат, капуста и красное мясо. Собственно, все, что я и обожаю есть каждый день. Отлично, тогда прямо сейчас я тебя проверю. Вот я тебе сейчас называла продукты. Дашь мне тазик брокколи, оставь, что у вас есть в эфире. Нет, к сожалению, брокколи я не взяла с собой. Да, хорошо. Давай из этих продуктов мы попробуем составить завтрак победителя. Давай. Значит, из всего, что мы перечислили... Ну вот смотри, я перечисляла, да, давай теперь вот выберем. Рекомендуешь сначала до завтрака выпить стакан воды. Это сто процентов, да. Мы просыпаемся и начинаем с того, что выпиваем стакан воды. Но вообще, кстати, вот со мной вода везде. Я ее пью постоянно в огромных количествах. И не потому, что там какую-то норму ставлю, просто это вошло в привычку. Поэтому воду вы можете пить всегда и в течение всего завтрака. Ну да, вот вы выпили стакан воды. Сделали себе кофе. Кружечку. Ну или чай, кто что любит, да. Кружечку. Не канистру, а кружечку. Это важно, да, действительно. Потом я бы выбрал из того, что ты называла яйца. Отлично. В каком виде? В любом, не важно? В любом, можно жареный, можно вареный. Тогда, например, я предпочитаю, если мы берем омлет какой-то, вы любите омлет, то, например, скрэмбл. Потому что мне кажется, что он не такой жирный получается. Согласна. И очень такой вкусный, и классно его есть. Ничего не растекается никуда. Вот, и можно положить к яйцам, например, какой-нибудь капусты, да, овощи какие-то. Смотри, углеводы нужно еще. А, углеводы. Предлагаю цельнозерновой хлеб. Да, например. Чтобы не брать там какой-нибудь бекон пережаренный, да, вот этот вот. И мы берем цельнозерновой хлеб с капустой. Можно еще, например, смазать сливочным сыром, да, творожным. Например, как вариант. И на десерт мы берем не тортики, не печенюшечки, а именно фрукты для того, чтобы нам вот клетчатку, вот эту вот, о которой ты говорила. Ну, в принципе, да. Хотя, в принципе, клетчатка, смотри, это овощи. Можно горький шоколад. Немножко. Да. С утра это будет очень хорошо. Вообще же говорят, что утром можно, в принципе, и позволить себе... Можно. Но, опять же, в умеренных количествах. Но в умеренных. Вообще все, все важно в меру. Причем, как мы убеждаемся из общения с врачами постоянно, что норма при этом у каждого своя. То есть не факт, что у вашего друга норма такая же, как и у вас. Лучше проконсультироваться со специалистом, особенно если вы собираетесь там худеть и садиться на какие-то диеты, сходите к врачу и просто поймите, что вам можно, что вам нельзя и в каких количествах. Ну что, и следующий мой вопрос, касаемый нехватки сна. Бывает ли у тебя такое, что днем тебе хочется поспать? Днем. Ну, бывает, да. Но последнее время, кстати, реже, но бывает. И ты позволяешь себе? Нет. А как? Где? А вот я тебе сейчас расскажу, как и где. На самом деле дневной сон на 10% уменьшает сонливость в течение дня, на 11% поднимает настроение и также на 11% повышает внимательность. Это доказали ученые. Это не я придумала. Так. Главное, не спать слишком много, иначе можно получить обратный эффект. Эксперты посчитали, что идеальный дневной сон длится от 10 до 20 минут всего лишь. То есть можно, в принципе, на рабочем месте. Да. И лучшее время для сна от часу до 3 часов дня. То есть если после бессонной ночи вас неумолимо клонит ко сну, а впереди еще масса работы, лучше воспользоваться секретной техникой. Я сейчас ее расскажу. Давай. Значит, берешь чашечку эспрессо, выпиваешь. Или можно съесть пару-тройку долек горького шоколада. Идешь быстро, ложишься спать. Диван, кровать, рабочее место. Главное, чтобы было тепло и удобно. Ставишь будильник на 20 минут. Я просто параллельно представляю лица коллег, которые наблюдают за этим. И засыпаешь. Всего лишь 20 минут. Так вы успеете выспаться, сразу же почувствовать бодрость. И после того, как ты проснешься, у тебя начнет действовать эспрессо. И ты реально почувствуешь прилив бодрости и энергии. Вот ты сейчас, может быть, мне не веришь. Да нет, почему? Я попробовала это на себе. Знаешь, как я удивилась. Получилось? Да, ну то есть у меня было это неосознанно. Я хотела попить кофе, чтобы взбодриться. Но после этого мне захотелось спать. Я вот так вот 20 минут поспала. Я встала, у меня было ощущение, просто я сейчас пойду и горы сверну. Класс. Надо попробовать обязательно. Возможно, я сделаю это даже сегодня. Потому что впереди долгий рабочий день. После утреннего эфира как раз-таки бывает довольно тяжело. Как раз после утреннего эфира я так и делаю. Ну что, друзья, пришло время читать ваши сообщения. И узнавать, что же приснилось. Влад, знакомлю тебя тоже с сонником Миллера. Здравствуйте. Это самый известный сонник из всех. С помощью него я разгадываю сны наших зрителей. Давай. Так вот, у нас было сообщение от Галины. Ой, извиняюсь. От Светланы. Катя, доброе утро. Подскажите, к чему снятся белые коты? Я уже для вас подготовила ответ. Белые коты. Прямо такая формулировка здесь и есть. Если женщине снится красивый белый кот, то ей надо быть осторожной, так как враги попытаются обманом заманить ее в хитроумно расставленные сети. Ей следует полагаться на интуицию и здравый смысл. Вот так вот, казалось бы, белый кот, да? Белый, пушистый. А несет он себе знак, что нужно быть осторожнее и внимательнее. Есть еще у нас сообщение? Есть еще сообщение. Желание узнать толкование сна. Галина Черепанова пишет. Приснилось также сегодня то, что мы собрались всем коллективом, даже те, кто сейчас с нами не работает, и что-то хотели организовать, а что не помню. Ну что, и Соня говорит, что если вам снится, что вы встречаетесь со своими сослуживцами в нерабочей обстановке, то наяву у вас могут появиться какие-то общие интересы, а отношения с сослуживцами выйдут на новый уровень. Вот так вот, пожалуйста, то есть здесь никакого подвоха нет, а скорее что-то хорошее будет. Да, ну видишь, Сон такой более жизненный, то есть снятся какие-то реальные люди, реальные происшествия, поэтому... Здесь сложнее. А Соник, он больше по, так скажем, по каким-то деталям, метафорам, вот как кот, там, леса, елка. Змея. Змея. Хотя знаешь, змея, возможно, и что-то будет такое, наоборот, доброе и хорошее. Наоборот, доброе, да. Мы знаем это обязательно в следующий раз, друзья. Присылайте сообщения, будем вместе с вами узнавать, что же значит, что вам приснилось. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!